А в какой университет ты собираешься? Чем ты будешь заниматься? И я ответил, я стану актером. А она в ответ, ну а запасной план у тебя есть? Но его не было. Это все, чем я хотел заниматься. Первое, что сказал мне Рон, ты знаешь, Тор не поместится в машину Формулы-1. Хорошо, я похудею, похудею. Больше всего пугает то, что на самом деле не существует. Если же ты можешь это сделать, то это не настолько страшно. Привет всем, кто верит в себя. С вами Эван. Мое главное слово вере, я верю в людей даже больше, чем они верят в себя. И я очень надеюсь, что если вы увидите в себе то, что вижу у вас я, то вы сможете изменить этот мир. И чтобы помочь вам в этом, сегодня мы рассмотрим 10 правил успеха Криса Хемсворта. Правило номер 2, мое любимое, и я хотел бы узнать, какое понравилось больше всего вам. Также, если вы услышите что-то вдохновляющее по ходу видео, напишите это в комментариях, чтобы другие тоже этим вдохновились. И, конечно, делитесь своими мыслями. Ты помнишь первого актера, который тебя вдохновил? Чья работа тебя восхитила? Я помню, что в молодости я много смотрел фильмов с Брэдом Питтом. Мне нравилась его харизма, нравилось то, в каких фильмах он снимался. И еще до того, как я захотел стать актером, я тоже обожал такие фильмы, как «Бесконечная история» и «Принцесса-невеста». Ты помнишь, когда впервые подумал о том, чтобы переехать сюда? Да, это было в старшей школе. Помню, беседовал с консультантом по выбору карьеры, и она спросила, «А в какой университет ты собираешься? Чем ты будешь заниматься?» И я ответил, «Я стану актером». А она в ответ, «Ну а запасной план у тебя есть?» Но его не было. Это все, чем я хотел заниматься, так что я просто нырнул в это с головой. Когда меня только выбрали на роль Тора, я попал на съемочную площадку Железного Человека. И я помню, как я стоял в джинсах и футболке, а рядом был Дауни в костюме Железного Человека. Мы тогда уже знали, что запланирован выход Мстителей, и я подумал, «Как я вытяну роль Тора? Как я буду смотреться рядом с этим крутым парнем? Как это сделать?» Но Роберт был шикарен. Он дал мне отличный совет. Сказал, насколько это прекрасная возможность. Но он не лично мне это говорил, он говорил это целой группе людей. Он знал, что планируется выход Капитана Америки, Тора, Железного Человека, и он говорил, «Мы с вами часть чего-то особенного, и это будет просто офигительно весело». Вот и все. Мне кажется, что нужно просто наслаждаться процессом. Если ты слишком сильно фокусируешься на том, каким будет результат, то пусть это и прозвучит как клише, но ты просто выпадаешь из настоящего момента. И Роберт просто напомнил мне об этом. И я стараюсь держать это в голове во всем, что я делаю. Ведь как актер ты не контролируешь абсолютно все. В театре – да. Ты выходишь, и все в твоих руках. А в кино ты делаешь по 10 разных дублей. И работаешь, я не знаю, дней 60. И в итоге у тебя 40-50 разных версий Тора. И режиссер Кеннет Брана из всех из них сделал первый фильм. Нравится тебе или нет, но целая команда людей склепала их вместе. И когда я думаю об этом, мне становится легче. Мол, я не могу это контролировать, сколько бы я ни старался и не думал, что могу. Мне комфортно, что я могу это отпустить. В особенности с такими фильмами, с таким актерским составом. Я думаю, отлично, мы можем вместе разделить этот груз. Хоть в конечном итоге и показывают пальцем на отдельных людей. На режиссера, сценариста, актера. Это все равно общая работа, общая победа или провал. Мы с ним познакомились, когда он пытался залезть в машину Формулы-1. Мне было так смешно. Я подумал, Тор пытается залезть. Рон так и сказал. Первое, что сказал мне Рон, ты знаешь, Тор не поместится в машину Формулы-1. Хорошо, я похудею, похудею. Так для тебя делали специальную машину? Ну, просто пришлось вынуть сиденье. Я в итоге сидел на каких-то металлических трубах. Хотя Джеймс был такого же роста, как и я. Серьезно? Он был одним из самых высоких гонщиков Формулы-1. И ему требовалось много времени, чтобы залезть в машину. Так что в этом я его очень хорошо понимал. Что было самым сложным в создании персонажа? Ну, как уже говорил Дэниел, сложность в том, что ты играешь реального человека. Он был иконой, поэтому на тебе лежит большая ответственность. Прежде всего перед членами семьи. Поэтому хотелось естественно проявить уважение и сделать все на высшем уровне. Я на самом деле совершил ошибку, когда пошел на вечеринку перед съемками фильма, где было много гонщиков и других людей в этой индустрии, которые знали этих парней лично. Я подумал, будет круто, может я смогу получить пару хороших советов. Но спустя уже пять минут я думал, какого черта я здесь делаю? Потому что все говорили, он на него совсем не похож. И разговаривает он не так, а что он будет делать с акцентом? А с походкой что? И я думал, боже мой, эти сторонние мнения. Но затем я привил себе тот же подход к жизни и к гонкам, какой был у Ники, который всегда делал все по-своему, несмотря на мнение окружающих. Тор кажется абсолютно бесстрашным. А есть ли что-то, что пугает тебя в жизни? В моей жизни? Да много чего. По-моему, большинство из нас, наш разум пытается убедить, что вещи хуже, чем они есть. Или лучше, чем они есть. И тем самым подставляет нас. А в этом бизнесе я много думаю о том, что настоящее, а что нет. И что я вообще делаю, и что хочу сделать, и почему. Постоянно задаюсь такими вопросами. Но я стал для себя во многом упрощать вещи. С каждым днем все больше. Больше всего пугает то, что на самом деле не существует. Если же ты можешь это сделать, то это не настолько страшно. То есть ты чего-то ждешь и думаешь... О, боже, боже, боже. Но потом это происходит, и ты такой... Ну, я жив, все хорошо. Как-то так. Ты вырос в Мельбурне, в сообществе аборигенов Австралии? Я родился в Мельбурне. А затем мы переехали на северные территории, где были в сообществе аборигенов. Там были буйволы и крокодилы. В общем, у меня было довольно необычное детство. Вы туда переехали из-за работы родителей? Да, мои родители занимались фермерством вместе с дядей и тетей. И для нас в таком возрасте... Да, для детей это должно быть очень весело. Да, было шикарно. Так я знакомился с жизнью, и все детство было наполнено активностью, как и должно было быть. И как можно было начать такую карьеру и добиться того, чего добился ты в таком сообществе? Ну, мы на самом деле много путешествовали. К тому же, мы не все время там жили. Но жизнь там зародила, как мне кажется, зерно воображения во мне. Мой отец часто читал нам книги в детстве и всегда любил рассказывать истории, любил фильмы, фантазировал. И с этого, наверное, все и началось. Но, наверное, только когда я закончил школу, я подумал, это очень увлекательно, я мог бы построить на этом карьеру. И ты начал в Австралии? Да, пытался, по крайней мере. Я несколько лет пытался пробиться в какие-нибудь проекты, так и зарабатывал на жизнь. А затем Джей Джей Абрамс предложил тебе роль в «Звездном пути». Ага. И привел тебя сюда. Да, так и было. Я тогда был в Америке, снимался в одном маленьком независимом фильме и познакомился с Джей Джеем. Я помню, в пятницу вечером мы сидели у него в офисе, читали сцену, и он сказал, «Отлично, начнем снимать в понедельник». Ух ты. И это был «Звездный путь». В «Марке Руффало» сложно разглядеть Халка. И, по-моему, это отличный контраст между его уязвимостью и страхом перед тем, во что он может превратиться. При этом ему не обязательно симпатизировать этому существу. Но контраст шикарный. Роберт — шикарный актер. Все, что он делает, невероятно. Как и весь остальной состав. Смотреть за их работой и за их различными стилями игры, особенно в одной большой общей сцене, просто восхитительно. Можешь рассказать, как тебе работало с Кенетом Брано? Это невероятно. Первой моей актерской работой была пьеса «Много шума из ничего». И при подготовке я пересматривал версию Кенета снова и снова. Поэтому я очень рад, что круг замкнулся, и мне довелось с ним поработать. Кен один из тех людей, которые постоянно бросают тебе вызов, постоянно просят сделать что-то иначе. Мол, такое у нас уже есть, сделай вот так. И это отлично отучает тебя от вредной привычки думать «нет, мой персонаж будет делать только так». Мне кажется, когда ты ставишь себе такой барьер, то ты ограничиваешь свои возможности. Кен же любит экспериментировать, ныряет с головой, рискует. Иногда это работает, иногда нет, но ты понимаешь, что это часть твоего пути. Сложно ли наращивать мышечную массу? Да, самым сложным, наверное, была диета. Это было не так весело, как казалось. Невероятное количество куриных грудок, протеиновые добавки и все такое. А он утверждает, что это компьютерная графика. Да, хотелось бы, чтобы все было так легко. То есть это все настоящее? Иначе не пришлось бы шесть месяцев жить в спортзале. Я просто читал комиксы, и там сказано, что он весил около 700 килограммов, поэтому я пытался его догнать. Нет, не «воти хама». Нет, не вернет. Нет, не вернет. Ноhando завтра, пока. Нет, я беру в упражнения. Субтитры сделал DimaTorzok Я помню, когда я в первый раз читал сценарий, то думал, ну это ужастик. Но там были свои интересные моменты. И чем больше я читал, чем больше общался с Дрю и Джоссом, и когда мы уже снимали, и я видел, что мы делаем, тем больше я думал, вау, это будет нечто особенное. Они оба своего рода гении в том, как они используют свои знания и идеи в съемке, в подаче истории. Их креативность постоянно в работе. Мы снимали два месяца, и от Дрю каждый день можно было услышать... Это, наверное, самая крутая сцена, которую мы сняли. Обожаю этот фильм, обожаю свою работу. И такой энтузиазм просто шикарен. Он поддерживает в тебе желание работать больше и двигаться вперед. Раз вы такие игривые сегодня, то я предлагаю сыграть в одну игру. Отлично, люблю игры. Я хочу, чтобы вы заполнили профайлы своих персонажей в приложении для знакомств. Ага. Хорошо, да, отлично. Прежде всего, нам нужно выбрать ник. Шлемоголовый? Благородный один. Вау, это сексуально. Но шлемоголовый круче. Ник? Это настоящее я. О, лучше Тихаммер. Точно, Тихаммер. Да, Тихаммер. По-любому Тихаммер. Это идеально. Все дело в замахе. Я где-то там. О, мне нравится. Спасибо. Теперь профессия. Эм, герой? Ну да, герой. Поставщик безопасности и хорошей жизни. Ядерный физик? Просто хороший парень. Или скучновато? Я думаю, лингвист. Очень хорошо. Да, и правда хорошо. Идеальное первое свидание. Урок рисования. Ой, так мило. Ага. Катание на роликах. Халк на роликах? Это интересно. Ты бы сказал, пойдем в кино и поужинаем. А ты бы сказал, пойдем полетаем над городом. Не, скорее в другую вселенную. Ага, прокатимся по девяти измерениям. У тебя есть планы на завтрашний вечер? Что больше всего заводит и наоборот? Что заводит? Может быть, честность? Вспышки гнева. Это заводит? Ага, заводит. Ну ладно. Эй, громила. А наоборот? Я могу ответить. Нечестность. Маленькая обувь. Маленькая обувь. Или мужчина без спыши гнева? Точно, мужчина без спыши гнева. Да, отлично. Это для Тиндера? Или куда? Может быть, мы отправим все им. Если бы вы могли занять место другого Мстителя на один день, кто бы это был? Я бы, наверное, сыграл Капитана Америку, просто чтобы показать его хорошо. А я бы сыграл Тора, но сделал бы его интересным. С глубиной. Ну, ты понимаешь, чтобы за глазами было что-то глубокое. Я бы сделал Капитана менее предсказуемым. Мускулы — это хорошо, но должно же быть что-то и внутри. Что сделает Кэп? Опять правильный поступок? Я бы оживил Тора. Это так скучно. Давайте я придержу вам дверь. Но это же сексизм, если посмотреть на это с другой стороны. Ребята, спасибо за просмотр. Я сделал это видео, потому что меня попросил Джордж Сид. Если вы хотите предложить кого-то для следующих выпусков, пишите об этом в комментариях, и я посмотрю, что я могу сделать. Также я хочу поблагодарить Имран Дин за то, что приобрел мою книгу и запостил отличные фото в Инстаграм. Выглядит превосходно. Надеюсь, что ты насладился великолепным весенним днем. Я очень ценю твою поддержку и надеюсь, что книга тебе понравится. Еще раз спасибо за просмотр. Я верю в вас. Надеюсь, что и вы продолжаете верить в себя. И каким бы ни было ваше главное слово, люблю вас. Скоро увидимся. С тех пор, как Крис Хемсворт появился на голливудских экранах в «Звездном пути», он покоряет наши сердца в масштабных проектах в роли Тора. В проектах поменьше, как роль гонщика Формулы-1 Джеймса Ханта в фильме «Гонка». Я до сегодняшнего дня и не верил, друг мой. А также заставляет нас смеяться, как в фильме «Отпуск». Да, ты можешь заставить горячую воду лица из крана холодной. И в субботу вечером в прямом эфире. Все, что я делаю, отличается от того, что я делал раньше. И это позволяет мне развиться и учиться новому. Здравствуйте, я по поводу работы секретарем. Привет, я Эбби. Мы говорили по телефону. Ага, говорили. Ну, здравствуй. Кевин – это большой глупый щенок. Это кукла Кена, но у него мозгов еще чуть меньше. Кевин, лапочка, можешь ответить на телефон? Не могу, он в аквариуме. Нет, на тот, что звонит у тебя на столе. А, этот? Он даже не знает, чем занимается. Как еще раз называется это место? Когда я смотрю фильм, я думаю, хочу больше Кевина. Вот твой кофе, Эбби. Ты добавил сахар в этот раз? Ненавижу кофе, но сахар там есть. Там есть сахар. Не пропадать же добру. У Криса Хэмсворта невероятный комический талант. Ну серьезно, как можно быть таким милым, таким забавным и таким добрым? Такого не бывает. Он такой забавный и так здорово импровизирует. Могу я спросить, почему в очках нет стекол? Да, они постоянно пачкались, поэтому я их вынул. Мы с Кристин просто рыдали. Мы так смеялись, когда Крис что-то делал. И для его персонажа он идеален. Не подслушивай, не буду. И он прикрыл глаза. Кевин думает, что он тоже будет охотником за привидениями. А что, если нам создать команду для борьбы с призраками? Ну, именно этим мы здесь и занимаемся. Он использует оборудование, берет мотоцикл и делает для себя униформу. И такой, смотрите, я тоже часть команды. Я попросила Кевина накинуть пару вариантов логотипа. Воу, ты же видишь, почему это не подходит? Это из-за груди? Я могу и побольше нарисовать? Был ли момент, когда ты четко почувствовал успех и подумал, да, я это сделал? Нет, я думаю, это постоянный вызов. Есть вещи, которыми ты гордишься, но есть и фильмы, когда ты думаешь, я мог бы сыграть и получше, или я мог бы попробовать это и то. Я помню, что в старшей школе я впервые начал думать об актерской карьере. Я тогда думал, я точно поеду в Голливуд. Я чувствовал, что это мое. Мне просто очень нравились фильмы. В детстве мне нравилось то, что фильмы могут перенести меня в другую вселенную. Мне нравилось, что такая простая вещь может перестроить мой мозг и затащить меня в незнакомую мне реальность. Даже сейчас, когда я смотрел этот фильм в первый раз, визуальные эффекты еще не везде были готовы. А вчера я увидел уже готовый фильм. И оба раза я снова чувствовал себя как в детстве. Мне было так интересно. Я смеялся и радовался. При том, что я сам был в фильме. Хотя с актерской точки зрения очень трудно смотреть на себя. Ведь ты сам для себя самый жесткий критик. Это актуально и не только для актеров. Писатели, к примеру. Да и вообще мы сами судим себя больше, чем кто-либо. Так что, если мы наслаждаемся своим творением, то мы действительно сделали что-то правильное. И я почувствовал это в этом фильме. Я очень чувствовал это в этом фильме. Спасибо. 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 Спасибо.